Возвращаемся к истории, как сдавали, а потом освобождали Крым. Напомню, Марк Солонин, гость сегодняшней программы. Так, Марк Семенович, прошу прощения еще раз, что вас перебил. Давайте продолжим. Продолжим. Значит, самая трагическая дата. 30 июля 1942 года командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский. Вообще фамилия была его Иванов с рождения, но он себе в 1924 году взял фамилию Октябрьский. Просит вставку разрешения эвакуировать командный состав. Ставка дает согласие. И происходит уникальное и единственное из неизвестных событий в истории войн и военного искусства. Все начальство высшего уровня, командующие дивизии, начальники штабов дивизии, военные комиссари дивизии, тайно бросают своих подчиненных, собираются в районе аэропорта, там последнего удерживания, за ними посылают распутные дугласы, под огнем собственных солдат, генералы и адмиралы залезают в самолеты и улетают. Далее вечером под подкровом ночной темноты подходят две подводные лодки, собирают следующую порцию начальства, всего их забрали где-то порядка 600-700 человек. Оставили для командования командира одной из дивизий, генерала Новикова. Генерал Новиков был ранен и потом погиб в Крыму. Так что убираем улыбки с глаз, история трагическая, но генерал Новиков тоже решил, что ему-то долго быть незачем. На следующий день генерал Новиков потребовал катера, чтобы уплыть самому с оставшимися вокруг него командирами. Эта эвакуация, она уже сейчас описана подробно. То есть подошли катера, на берегу лежали раненые, подготовленные к отправке, ну сколько можно было зарабатывать там тремя катерами и начальство. Хлынула толпа людей, раненых просто затоптали. Потом обрушились эти мостки под тяжестью людской массы. Потом людская масса упала на корабль и опрокинула корабль. Но не до конца катер отошел назад. Новиков с группой командиров, 30 человек, прикрываясь огнем автоматчиков, огнем на поражение от собственной толпы, спрятались в какой-то пещере, дождались ночи. Ночью за ними пришел катер. Ничего хорошего света не вышло. Катер в море нашли, туда уже появившиеся немецкие торпедные катера, обстреляли, принудили вернуться на берег. Новиков попал в плен и погиб. Значит, брошенный без всякого управления и командования, осталось 80 тысяч личного состава, в том числе 15 тысяч раненых. Есть уже совсем мрачная история о том, что по приказу адмирала Акцебрского две штольни с ранеными взорвали. Взорвали. Вот. Немцы пишут, что они взяли в плен 90 тысяч. Если и приврали, то немножко. На этом Крым был потерян. Румыны превратили Черное море в свое внутреннее море. Черноморский флот спрятался в портах Поти и Батуми, это советская Грузия, где дисциплинированно просидел, не высовывая носа. Линкор, этот самый великий флагман, не сделал ни одного выстрела по врагу за всю войну.